Всем здравствуйте! Вы смотрите информационную программу интервью дня на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль и ни для кого не секрет, что современные технологии облегчают жизнь родителям и детям, помогая сделать ее комфортной и безопасной. На прошлой неделе компания Дом.ру при поддержке управления МВД провела эксперимент «Серый волк на страже детской безопасности». О том, как современные технологии помогают в вопросах безопасности в доме в нашем интервью с директором филиала Дом.ру Евгением Макогоновым. Евгений, добрый день! Рады приветствовать у нас в студии. Добрый день! Ну, расскажите, в чем суть эксперимента? Ну, суть эксперимента в первую очередь привлечь внимание общественности и средств массовой информации к проблеме безопасности и дома, и детской безопасности. Ну, и в разрезе этого вопроса предложить какие-то решения, которые на данный момент существуют, чтобы этот вопрос решить. В чем суть? Актер первой театральной студии города Барну в костюме волка, серого волка, пытался проникнуть в подъезд. И посредством домофона общался с детьми, которые оставались дома одни. Родители, к слову сказать, находились рядом с нами, наблюдали за экспериментом. Ну, и, безусловно, детский психолог, эксперт помогал нам в этом общении для того, чтобы там никоим образом не травмировать ребенка. Мы показывали вот как раз весь эксперимент в рамках выпуска новостей, в сюжете, и у меня вопрос был, почему именно волк? Ну, волк в нашей памяти и у современных детей до сих пор ассоциируется как такой образ условной опасности, сказочный персонаж, да? Вот, но наш волк, в отличие от классического волка, никого съесть не пытался, он добрый волк. И его диалоги были построены с помощью эксперта-детского психолога, они достаточно мягкие были для детей, да? И задача была в процессе общения именно вот убедить ребенка открыть дверь в подъезд. Евгений, вот мы обсудили, почему волк, и давайте все-таки для чего необходим этот проект с вашей точки зрения, с точки зрения психолога детского, с кем вы напрямую общались, и немножко о результатах? Ну, начнем с результатов, со второй части вопроса. Так как это не социологические исследования, да, здесь задачи какие-то вот прям цифры собрать, закономерности не было. Нам важно было понять сам тренд, проблематику и поднять там на максимально возможный уровень этот вопрос. Ну и самим понять, насколько те решения, которые мы предлагаем, они вот отвечают задачи. Поэтому итог эксперимента, основной вывод, если там все-таки вернуться к цифрам и упомянуть, семь детей, половина из них открыли дверь в подъезд. Все остальные, в принципе, так или иначе, либо нажимали и скидывали звонок домофона, либо вступали в диалог с волком, да? Итог, как вот результат и вывод, обратить внимание все-таки на воспитание в детях бдительности. Почему? Потому что сейчас лето, да, период отпусков, отдыха и так далее. Например, зачастую дети предоставлены сами себе. Да даже в магазин вышла, там мама, папа с работы идет, мама еще не успевает, там, не знаю. Даже это касается детей, которые в нашем понимании достаточно взрослые, наверное, для принятия решений. Там 10 лет, такого возраста дети тоже участвовали в эксперименте. Дети — это и есть дети, да? Пока им не 16-18 лет, там уже другая стадия опасности возникает. Но так или иначе, это проблема животрепещущая, и она нас беспокоит. Мы все видим сводки пропавших детей, к сожалению, да? Это проблема. И основной вывод здесь, вот который может помочь, если сейчас поделиться этими результатами, инсайт, скажем так, да, его наш психолог всем родителям говорила. Детей нужно полностью, в принципе, оградить от доступа к двери. Одни они с родителями, они не должны подходить к двери и вступать в какие-либо контакты с посторонними. — Евгений, знаю, что есть проект «Домофония». Расскажите про проект «Умной домофонии». Что это такое? — Ну, мы знаем, что, в принципе, сейчас очень модное такое понятие, как «умный дом», «комфортный дом», «умная среда», «диджитал» и так далее. «Умный дом.ру», да, о котором мы говорим, этот проект мы запустили уже в 30 городах. 7,5 тысяч домов были в первую очередь подключены в городе Санкт-Петербург. Там это называется парадные. Достаточно успешно стартовал этот проект. Ну, и мы решили, почему бы в городе Барнолл не попробовать эту идею, потому что ничего, кроме положительных эффектов, мы здесь не заметили, при том, что вот как бы по уровню стоимости для горожан это остается на том же уровне, что и классическая услуга «Домофонии». Самое интересное, что отличает наш «Умный домофон», — это мобильное приложение. Потому что классический домофон, он влечет за собой дополнительные затраты. Вы либо в квартире трубку должны установить, либо там за 2,5-3 тысячи должны видеопанель поставить. Ну, как правило, люди ставят классическую трубку, и нет у них возможности увидеть, кто все-таки ломится там в дверь. Ни дети, ни взрослые, никто. Наше мобильное приложение, оно позволяет увидеть не только дома, да, в рамках стен квартиры, но будьте вы в отпуске, в командировке, на работе, поступает вызов напрямую на трубку. Вы видите, кто там стоит. Причем в потоке реального онлайн-видео, без каких-то любых задержек, тормозов и так далее. Потому что знаем, что в таких вопросах секунды она, может быть, стоит жизни. Ну, и мы подошли к этому решению комплексно. То есть помимо антиводальной защиты, приложения, у нас еще имеются скрытые видеокамеры на панели, широкоугольные, которые снимают придомовую территорию возле подъезда и имеют семидневный архив. Это очень важно, потому что по статистике, вот если наш край брать, то порядка 60% преступлений происходит на придомовой территории. Ну, и безусловно, стоит упомянуть, пока в тестовом режиме работает кнопка SOS, это вызов экстренных служб. Но в наших планах сделать ее глобальной, масштабировать по всем подъездам, которые к нашей услуге подключены. Вот тоже, о чем вы сейчас проговорили, я увидел массу плюсов, поскольку, ну, наверное, для ленивых людей или те, у кого ограничены возможности здоровья, чтобы не бежать постоянно к входу, отвечать на... Можно прям с того места, где находитесь, приложение с телефона всегда под рукой. Безусловно, да. Теперь, наверное, вопрос, интересующий всех, сколько стоит для жильцов установить домофон Домру. Как я и говорил ранее, здесь вот история вообще замечательная, да, помимо всех плюсов, которые наш умный домофон дает, в отличие от классического домофона, на данный момент у жителей города Барнаул в принципе сопоставимую плату, за ту, которую они сейчас за старый домофон, там, 10-летний, 15-летний, давности платят, эта абонентская плата останется у них на примерно том же уровне. Ну, мы знаем, что на домофонном рынке, в отличие от района, от домов, на несколько рублей может отличаться. Мы, как правило, когда подключаем, если жильцы принимают решение подключить наш умный домофон, оставляем текущую абонентскую плату. То есть за подключение они платят или нет? Или сами устанавливаете, и для них только абонентская плата? Мы панель устанавливаем, и, безусловно, жители здесь затрат не должны нести никаких. И правильно я понимаю, что просто зашли, скачали приложение, и тут тоже никаких затрат на это? Ну, заключили договор, потому что мы все-таки федеральная компания, да, должен быть договор определенный, который описывает наше взаимоотношение с клиентами. На этом основании мы выдаем бесплатный ключ для того, чтобы была возможность его сделать. Дополнительно можно приобрести у нас в сервисных центрах эти ключи, и помогаем установить приложение. Я еще хотел бы сказать о плюсе большом, который продукт «Умный домофон» в руках телеком оператора имеет еще дополнительное преимущество. Классический рынок домофонии, он работает, скажем так, с ограниченным количеством ресурсов у людских. Если у вас сломается там доводчик, дверь, с панели что-то происходит, вандализм, то сроки могут растягиваться там от двух-трех дней до недели. Ну, в зависимости от того, какие у компании ресурсы. Федеральная компания обладает самыми большими, в принципе, в этом плане ресурсами. У нас есть проект «Сервисный инженер», когда конкретные люди, технические эксперты, специалисты закреплены за территорией, вот как участковые врачи, участковые сотрудники Министерства внутренних дел. И они и так поддерживают клиентов на этой территории. Здесь просто добавляется дополнительная услуга, и они очень оперативно. У нас есть определенный KPI, по которым мы в течение дня должны решить этот вопрос. Ну, практика показывает, что пока справляемся по тем подъездам, которые к нам подключены. Это стандарт нашего обслуживания. Сейчас, я думаю, это интересует не только меня, но и наших зрителей. Куда обратиться, чтобы вот в моем доме, в домах наших зрителей, появился умный домофон от Домру? Ну, здесь процедура, она описана, в принципе, на законодательном уровне. Нужно провести собрание, инициировать это желание, провести голосование, и с этим решением обратиться к управляющей компании. И, в принципе, если такое желание есть на том или ином адресе, мы получаем эту информацию и готовы рассмотреть любую заявку. Более подробно можно обратиться по телефону 722-122, и по всем вопросам мы проконсультируем. Евгений, вам большое спасибо за то, что технологии превозносите в нашу жизнь, за это интервью. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь-24. У нас в гостях был Евгений Макогонов, директор филиала Домру.